Доброе утро! С вами я, адвокат Олеся Теребей. И если у вас есть вопросы, вы можете направить их на адрес электронной почты, либо в студийный вайбер, указанный на экране. И я с удовольствием отвечу на них в следующих выпусках. Закончила курсы в интернете и хочу заняться приготовлением домашней еды и фуршетных закусок на заказ. Как правильно оформить такую деятельность и платить налоги? Действующее в Республике Беларусь законодательство позволяет гражданам без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя заниматься таким видом деятельности, как приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан. В настоящее время данная деятельность не является предпринимательской. Данный вид деятельности включает в себя приготовление домашней еды, либо фуршетных закусок у себя на дому с последующей доставкой данных товаров, либо с самовывозом товаров с домашнего адреса изготовителя, а также возможность приготовления домашней еды, либо фуршетных закусок на дому у заказчика. Осуществлять данный вид деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя возможно при соблюдении двух условий. Первое. Вы самостоятельно осуществляете данную деятельность, не привлекая иных лиц для ее осуществления. Второе. Вашими заказчиками выступают только граждане, но если вы готовите домашнюю еду, либо фуршетные закуски у себя на дому, то также имеете право продавать данную продукцию организациям и индивидуальным предпринимателям. При осуществлении данной деятельности у вас есть право выбрать один из предложенных вариантов налогообложения. Первый. Это единый налог, ставки которого устанавливаются индивидуально для города, в котором вы осуществляете деятельность. Но с 1 октября 2024 года, если вы будете уплачивать единый налог, дополнительно вы обязаны будете также уплачивать взносы в фонд социальной защиты населения на пенсионное страхование. Размер взносов будет составлять 29% от определяемого вами дохода, но не ниже размера минимальной заработной платы. И второй вариант налогообложения – это уплата налога на профессиональный доход по ставке 10%, если вы работаете с гражданами, и 20%, если вы работаете с организациями и индивидуальными предпринимателями, и ваш доход превысил сумму 60 000 белорусских рублей в год. И помните, что незнание закона не освобождает от ответственности. А я, адвокат Олеся Теребей, прощаюсь с вами и желаю вам хорошего дня!